Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Контрольный пакет акций Наринмарского хлебозавода принадлежит четырем физическим лицам. Именно они с 2009 года владеют предприятиями и контролируют его финансово-хозяйственную деятельность. Правоохранительными органами в отношении организации, отвечающих за содержание участков зимней дороги Наринмар-Усинск, возбуждено два административных дела, внесены предписания с требованием устранить выявленные недостатки. Уже в эти выходные жители Наринмара и гости заполярной столицы смогут посетить детский снежный городок-лабиринт от известного в округе и за его пределами мастера ледовых и снежных скульптур. Штамм «Омикрон» распространяется на территории округа стремительно. Люди болеют целыми подъездами и коллективами. Эпид-обстановку в регионе обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Штаб «Омикрон» в Ненецком округе вытесняет дельту, сообщила в ходе оперативного штаба глава регионального Роспотребнадзора. Если еще две недели назад выявляли один-два случая «Омикрона», то теперь в общей доле заболевших он составляет 50%. У нас сейчас люди болеют подъездами, особенно там, где есть лифты. То есть мы понимаем, что один проехавший в лифте везет за собой человек 20 соседей по подъезду. Общественные места – это сегодня также среда обитания вируса, который очень быстро передается от одного человека большому количеству людей. В связи с этим глава региона дал соответствующие поручения профильным ведомствам. С управляющими компаниями, пожалуйста, отработать, чтобы они должным образом обрабатывали все общественное пространство. Входные двери, лифты. Ну, естественно, он распространяется. Слушайте, ну мы готовы к этому. В настоящее время в регионе каждый день регистрируются десятки новых случаев заболевания коронавирусом. Увеличение количества заболевших глава Роспотребнадзора в том числе связывает с ростом проводимых в регионе ПЦР-тестирований. С нового года каждый день проводится до 1200 таких исследований. Нам очень важно как можно больше тестировать, чтобы понимать, кто у нас болеет просто острыми респираторными заболеваниями, а кто действительно поймал этот вирус, омикро. В общей сложности на данный момент лечатся от ковида 722 человека. Из них 11 детей. Заболевание протекает в легкой форме 3-4 дня. Поэтому основная доля заболевших – это амбулаторные пациенты. Нагрузка на участковых терапевтов лежит колоссальная. Фиксируется огромное количество вызовов на дом. Врачи работают по 12 часов в сутки, не успевая порой оказать медицинские услуги своим пациентам в день вызова. Глава региона поручил руководителю департамента здравоохранения проработать возможность получения больничного листа дистанционно. Чтобы человек мог позвонить, рассказать о своих симптомах, мог приехать к нему специалист, который сделает просто забор биоматериала, определит, что это ковид, а дальше открывается больничный без посещения врача. Отработайте, пожалуйста, эту форму. В этом случае мы сможем снять нагрузку с поликлинического звена и с врачей, которые объезжают всех больных. И отдельно я хотел бы обратить внимание на то, что давайте усилим службу 122 консультантами, чтобы люди могли позвонить по телефону единому 122 и получить исчерпывающую консультацию. Подчеркиваю, исчерпывающую консультацию. Что касается заболеваемости коронавирусом в детской среде, то здесь уровень заметно снизился. На данный момент болеют ковидом 11 детей. Еще вчера эта цифра была в четыре раза больше. Специалисты считают, что перевод школьников на дистанционное обучение дал положительный эффект. Роспотребнадзор разрешил возобновление учебного процесса в Наринмаре и поселке Искателей в вочном формате. Со следующего понедельника, 7 февраля, в школы вернутся учащиеся начальные школы и ученики 9 и 11 классов, а также учащиеся профессиональных учебных заведений. С 9 февраля к учебе в вочном формате приступят остальные классы. Также с этого дня будут работать учреждения дополнительного образования. Наталья Дуркина, Антон Владяков, Телеканал «Север». Началась активная работа по приведению в порядок всего хозяйства муниципалитета. В первую очередь начали с бюджета, поскольку на 1 января 2017 года сумма кредиторской задолженности составляла более 127 миллионов рублей. Спустя год она уменьшилась в три раза, а в 2019 году муниципалитет уже не имел просроченных платежей. Параллельно в мэрии занимались финансовым оздоровлением муниципальных предприятий. Кроме бюджета и деятельности муниципальных предприятий, городская администрация управляет непрофильными имущественными и финансовыми активами. Один из таких активов – это пакет акций хлебозавода. Анализируя весь имеющийся имущественный комплекс, мы понимали, что у нас есть номинальное участие в акционерном обществе Наримарских хлебозавод, где наше участие является действительно номинальным, потому что ни контрольного, ни блокирующего пакета у нас нет. То есть 24,8% нас не хватает 0,16%, чтобы оказывать какое-либо влияние на принятие тех или иных хозяйственных решений. И такая ситуация сохраняется уже более 20 лет. Поясним. Решение об акционировании предприятия было принято еще в 1994 году. В 2002 году большая часть акций перешла в частные руки. Тогда у городской администрации еще оставался контрольный пакет акций – 25,5%. Но в 2009 году часть акций перешла в частные руки, и город потерял контрольный пакет. В настоящее время муниципальное образование имеет 783 акции. 2351 акция принадлежит четырем физическим лицам. Они на самом деле и владеют предприятием, и контролируют его деятельность. По последнему финансовому отчету хлебозавод имеет неплохие экономические показатели. Но мэрия в этом процессе не задействована. И город дивидендов от акционерного общества не получал. По сути, акции хлебозавода для муниципального образования – это бесполезный груз. Решение об их продаже было принято на сессии горсовета на основании прогнозного плана приватизации на текущий год, разработанного администрацией городского округа для эффективного управления непрофильным муниципальным имуществом и активами. Мы получили, провели в течение двух лет, подходили к вопросу проведения оценки реальной стоимости тех акций. В прошлом году мы получили заключение аудитора, где указано, что стоимость указанного пакета, который, например, не дотягивает даже до блокирующего, является порядка 8,4 тысяч, что-то так, примерно, миллионов рублей. Соответственно, было включено это все в план приватизации. Об этом было информировано, по крайней мере, мы выпускали об этом своевременно, в тот же день после решения сессии. То есть все это проходит в публичной плоскости. Решение о продаже акций принято для того, чтобы пополнить городской бюджет и инвестировать полученные от продажи средства, например, в покупку новой техники для коммунальных предприятий Нарьенмара. Деньги для города приличные при дефицитном бюджете. К слову, стоимость одного фронтального погрузчика порядка 10 миллионов рублей. Что касается хлебозавода, то он как работал без участия в его хозяйственной деятельности муниципалитета, так и продолжит работать. На предприятии планомерно обновляют оборудование, расширяют ассортимент. Вот этот процесс такой, он постоянно практически идет. Оборудование все время тоже дорожает. Мы, конечно, стараемся, вот сейчас мы полностью реконструируем хлебобулочную линию, чтобы хлебушек у нас соответствовал белый всем стандартам. Вот это купили новый округлитель для хлеба, новый делитель, тоже два даже делителя. На сегодняшний день на Нарьенмарском хлебозаводе трудится 100 человек. Коллектив слаженный и устоявшийся. В основном стаж каждого превышает десяток лет. Одна из них – Зинаида Кислякова, ветеран производства. Конечно, проще стало работать. Раньше мы муку носили вручную. Подхатим туда, вот, в мучной церкви. Где же все это высыпаем, уносим, потом увозим в церкви. Там начинаем все вручную, тазами, да. А сейчас более-менее хоть стало немножечко, попроще. Нормально. В последние годы ассортимент хлебобулочных изделий на предприятии значительно вырос. Здесь пекут все. От хлеба, батонов до различных пончиков, кренделей, а также без дрожжевого хлеба. В среднем здесь выпекают по 2000 буханок каждого вида хлеба в день. Все изделия представлены на прилавках сети магазинов открытого акционерного общества. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Леонид Шишилов, Телеканал Север. Зимний период – один из самых сложных для коммунальных служб. Последствия метели и обильных снегопадов доставляют массу неудобств пешеходам и водителям. И если дорожники очищают городские улицы от снега практически в режиме онлайн, то управляющие компании не всегда вовремя справляются со снежными заносами на дворовых территориях. Тему продолжит моя коллега Елизавета Кабанова. Проблема уборки снега во дворах Наринмарских микрорайонов – одна из самых наболевших тем среди населения. За первый месяц этого года в округе выпало рекордное количество осадков. В январе 2022 года выпало 56 мм осадков, что больше нормы в два раза за аналогичный период многолетних данных. В январе 2021 года выпало 18 мм осадков, что чуть ближе к нормы, также за многолетний период. Дворовые территории, кармановки, лесозаводы и факелы оказались буквально в снежной ловушке. Жители этих и других районов города, а также поселка Искателей, были крайне недовольны оперативностью работы управляющих компаний. Дело дошло до губернатора, который поручил своему профильному заместителю Александру Дудорову провести проверку управляющих компаний. Если управляющие компании собирают с населения деньги и население исправно платит, то вправе рассчитывать на то, что управляющие компании не только подают свет, воду горячую, холодную в дом, но и вывозят снег, это абсолютно справедливо. Поэтому, Александр Николаевич, правильно вы сказали, держать на постоянном контроле работу управляющих компаний. Это их обязанность, и они должны вывозить этот снег. Комиссия, возглавляемая Александром Дудоровым, выявила недостатки в работе управляющих компаний. Был составлен специальный график контрольных мероприятий. Снег в дворах начали убирать усиленными темпами. Все силы и средства управляющих компаний брошены на то, чтобы очистить дворовые территории от залежи снега. Во-первых, у нас каждый день практически объезжаются территории, смотрятся. То есть, где-то мы запланировали заранее, но если вдруг какой-то двор нуждается больше в чистке, то, естественно, мы это переигрываем. С утра мы обсуждаем, что нужно. То есть, у меня мастер, главный инженер, я, мы втроем решаем, куда там силы бросить сегодня, либо где-то можно еще подождать. Для того, чтобы жители платили меньше денег за уборку придомовых территорий, управляющие компании прибегают к силам подрядных организаций. Собственный технопарк очень дорого содержать. Тогда в квитанции население бы видело совсем другие цифры. Подрядные организации по заказу управляющих компаний занимаются уборкой и вывозом снега, большие горы которого нужно успеть убрать со двора за 13 дней. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Обновление дизельной электростанции в поселке Харута. На ДЭС уже доставлен и смонтирован первый комплект оборудования. Старое оборудование вышло из строя. Сейчас здесь установлена новая дизель-генераторная станция мощностью 200 кВт, что в два раза больше предыдущей. Переход на новое оборудование позволит ДЭС выдерживать периодические пиковые нагрузки. Всего в 2022 году муниципальное предприятие «Север-Жилкомсервис» закупит еще два дизель-генератора мощностью 315 кВт, таким образом полностью обновив парк основных энергоустановок. Итоги проверки. С 26 по 29 января 2022 года окружная госавтоинспекция провела мероприятие по обследованию эксплуатационного состояния дороги на Ринмар-Усинск. В ходе проверки был выявлен ряд недостатков. Госавтоинспекцией подготовлено и направлено письмо в адрес владельца дороги о необходимости в установке временных дорожных знаков на желтом фоне, ограничивающих скоростной режим и информирующих водителей об опасности на дороге в зимний период. Выезд и обследование автодороги на Ринмар-Усинск, проходящую по территории Нинецкого автономного округа. Маршрут у нас составил порядка 210 километров, где у нас следовательно была обследована трасса данная автодорога. В результате обследования было выявлено ряд административных правонарушений, по которым будут приняты решения. В отношении организации «Арктик-Трансэкскавация», непосредственно осуществляющей содержание участка автомобильной дороги на Ринмар-Усинск, и владельца дороги «Централизованный стройзаказчик» возбуждено два административных дела. Внесены предписания с требованием устранить выявленные недостатки. Порядка 115 тысяч заявителей воспользовались услугами многофункционального центра в прошлом году. Из них более 60 тысяч обращений были связаны с предоставлением государственных услуг. Тему продолжит Наталья Дуркина. В период ограничительных мер выросло количество выездных мероприятий. Так, за 2021 год было совершено более 600 выездов на дом. Данная услуга пользуется большой популярностью у жителей высокого возраста. Традиционно подавляющее большинство, более 60% услуг – это услуги социальной защиты населения. Федеральные услуги, больше всего порядка 10 тысяч – это услуги Росреестра. Затем идут услуги Пенсионного фонда и далее МВД и так далее. Немалая нагрузка легла на плечи сотрудников Центра телефонового обслуживания. Было принято более 26 тысяч звонков, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также появились и новые услуги. Увеличение количества услуг, а их где-то порядка на 27% по сравнению с 2020 годом увеличилось. Это прежде всего связано с реорганизацией Пенсионного фонда. Мы знаем, что у них состав клиентских служб количества уменьшилось. Поэтому заявители пошли в МФЦ. У нас где-то в два раза увеличилось количество услуг Пенсионного фонда. Если в 2020 году это было около 3 тысяч, сейчас это порядка 6 с лишним тысяч заявителей. В связи с ростом заболеваний и коронавирусной инфекцией с 1 февраля многофункциональный центр перешел в режим предварительной записи, чтобы избежать большого скопления людей. Согласно постановлению администрации работаем. Я думаю, что какое-то время придется в таком режиме работать, потому что ситуация, насколько мы знаем, ухудшается. Ну, предварительная запись у нас организована. То есть люди без проблем могут записаться хоть здесь, хоть по телефону нашему единому 21910. Можно через портал госуслуг. То есть возможность такая есть. В общем-то, это, наверное, снизит количество людей в МФЦ, я имею в виду в залах, ну, чтобы как-то немножко сохранить свое здоровье, наверное. Напомню, для посещения многофункционального центра необходимы защитная маска и перчатки. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Арктический медведь, северный олень, ненецкая лайка. Эти персонажи не только ждут норинмарцев и гостей заполярной столицы. В только что возведенном снежном городке. О специфике работы со снегом и тонкостях резного дела расскажет Анастасия Явтысая. Известный во всем округе и за его пределами мастер Николай Вылка с осторожностью выравнивает резным ножом снежные извилины. Остались последние штрихи и будет готова еще одна скульптура для снежного городка – «Северный олень». Хотя изначально планировалось изготовить ледовый городок. Сделать что-нибудь для детей, ледовый городок для детей. Мы поехали на озеро, смотрели лед, было утепель, то есть там забереги, льда не достать. Потом поговорили и такой вариант со снегом. Обычно Николай работает с такими материалами, как дерево и лед. Но у мастера имеется опыт работы и со снегом. Я работал в фестивале «Корюшка» в Индиге. Там я делаю каждый год скульптуры. И до этого еще на Ямале делал я очень много таких снежных. Для того, чтобы создать снежную скульптуру, из фанеры делают каркас и набивают его снегом. После, когда материал становится достаточно прочным, форму снимают, и мастер приступает к изготовлению очередного шедевра. При работе со снегом есть свои специфические тонкости, поясняет Николай Вылка. Есть момент, то есть при набивании попадаются твердые куски снега, и при резьбе там тонкие детали, они начинают чуть мешать. То есть не то получается. Либо же при набивании плохо набито, там пустоты. Что-то хорошее реже такое тоненькое, а там пустота. То есть все провалилось, это надо все уже набивать по-новой, как-то все это реставрировать. Изготавливая снежного северного оленя, мастер учитывает все нюансы. При работе с этим материалом. Ловкость рук и высокий профессионализм. Вот что помогает Николаю создать из снежной глыбы настоящее произведение искусства. Ну, это как и везде, получается, надо создать пока общие формы, как и везде, это да, с любым материалом. И потом уже идет частные, там, детали пойдет. Вот здесь тоже самое, я уже грубо обработку сделал, получается, обрубовка. Распиловка, обрубовка. И уже детали пошли уже. Режешь, как бы, создаешь уже более совершенную форму. Но со снегом здесь нельзя делать какие-то хрупких, тонких деталей. То, что я могу показать во льду. Здесь приходится, как бы, этот, сдерживать себя. То есть хочется нарезать что-нибудь там. Вот, например, здесь бы я ноги вырезал, например, бы. И вообще было бы красиво на просвет. Но уже нельзя резать, потому что это может все упасть. Резьбе по снегу нигде не учился, говорит мастер. Это со временем все приходит. То есть взял инструмент в руки, пробуешь, ищешь оптимальные уже варианты. Потом со временем все, опыт приходит. И уже знаешь, какие инструменты нужны, как резать, как это все создать. Одному мастеру тяжело справиться с таким объемом работы. В этом деле не обойтись без помощи команды. С Виктором Вылка и два помощника мы нашли. То есть, которые будут заниматься именно набиванием снега. А Виктор, он бесконтролирует все, а я чисто резьбой занимаюсь. Уже в эти выходные жители Наринмара смогут посетить детский снежный городок-лабиринт. Анастасия Автысая, Антон Водряков, Великанал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.